так всем привет сегодня мы поговорим о маслах какое и куда заливается и как проверяется так первое возьмем начнем с двигателя это заливная пробка это щуп для проверки масла то есть на щупе у нас есть максимум и минимум так вот сейчас это будет у нас максимум вот тут минимум то есть есть риски где указано и по маслу сейчас посмотрим не очень моим уже зрением вот это будет верхняя максимумами и нижняя риска минимум стали это типа долейте это по поводу уровня масла проверяется здесь масло я заливаю 1040 какой марки этого удобно то есть нашем мягком климате жарком 1040 вполне достаточно для двигателя и она отлично подходит я по крайней мере так считаю за 10 лет эксплуатации именно гран чироки по маслу значит мы разобрались где сливать масло с двигателя я вам покажу теперь у нас идет масло кпп мы проверяем значит в акпп щуп у нас находится здесь но проверяем масло в автомате в автоматической коробке передач проверяем масло мы на нейтральной и на заведенный двигатель обязательно только в заведенном двигателе проверяется масло в автомате то есть значит над машина должна быть прогрета и ставим машину в нейтраль и проверяем уровень масла тут сейчас я покажу тоже есть минимум максимум и такая рисочка окей и я обычно придерживаюсь на горячую я положу так вот она тут окей черточка в сеточке то есть минимум вот и максимум но она допустим на холодную будет меньше показано горячую масло расширяется больше я обычно на горячую проверяю чтобы было на окей вот по поводу масла да это масло сейчас что заливается в коробку на щупе написано декстрон 2 ну смысле мопаровский как они хотят от завода но так как мопар уже не выпускает второй декстрон ездим давно мы все на мопар и тф плюс 4 сейчас я покажу вот такое масло мы заливаем в коробку ездим на нем это то что рекомендует как бы завод то что именно от завода есть это касается по коробке так теперь у нас есть это бачок омывателя вот здесь воздушный фильтр это бачок расширительный бачок тормозной системы то есть когда колодки у нас изнашиваются у нас тут тоже есть максимум минимум вот сбоку когда колодки изнашиваются цилиндры ой поршня выходят и тормозуха падает потом когда мы ставим новые колодки возвращаем на место поршня и тормозная подымается но тут есть минимум максимум поэтому теперь у нас по системе охлаждения здесь у нас заливная горловина скажем так скоро я буду масло менять ой масло менять скоро я буду менять антифриз и покажу как делается замена антифризов двигателя она будет промывкой вот поэтому вот тут заливная тут у нас расширительный бачок по антифризу также у него есть сбоку минимум максимум но обычно всегда вот сколько мой опыт подсказывает всегда он на минимуме вдаливаешь все равно всегда держится на минимуме не знаю почему так система здесь открытая там то нормальная крышка здесь открытая почему ему так угодно я не могу сказать и остается у нас еще это у нас гидроусилитель вот у нас пробка гидроусилителя бачок вот тут тоже есть также уровень максимум минимум на горячую на холодную вот эти черточки то есть проверяется тоже на горячую на холодную это касаемо того что у нас в раши в этом в бачке гидроусилителя теперь я сейчас покажу вам какое масло должно если найду эту бутылку какое масло должно заливаться в гидроусилитель так что значит я рассказал где заливное по двигателю где сливное вот тут сливная пробка и чуть выше стартера находится масляный фильтр сейчас я его покажу да вот тут находится масляный фильтр ниже это стоит стартер у нас и магистраль на кпп по низу по маслу а по а кпп маслу по кпп вот поддона кпп и то есть чтоб слить масло его надо снять аккуратно здесь ставим тазик сливается масло но по замене масла еще сниму ролик вот это то что касается поддона коробки передач по поводу того что заливается задний мост заливная пробка здесь сливной нету то есть либо можно откачать либо снимается крышка для замены масла в мосту теперь по поводу вязкости масел как проверить какое масло нужно если у вас стоит так называемая из лсд блокировка то масло льется семьдесят пять 140 и обязательно присадка мост нужна вот такую мопаров скую я держу как проверить есть блокировка или нет то есть мы берем за кардан крутим его и смотрим если у нас допустим оба колеса в одну сторону вращаются значит блокировка у нас есть если колеса будут прощаться в разные стороны значит блокировки у нас нету с блокировкой мы заливаем вязкость 75 140 без блокировки можно заливать 75 90 или 75 85 по раздаточной коробке заливная горловина здесь сливная здесь ниже под шестиграни масло заливаемая в раздатку положенное от завода мопаровская вот это вот так же в принципе в этой канистре залит mobile 424 можно его залить и будет цена в разы дешевле либо мы подобрали аналог и заливаем вот такое масло ездим на нем давно она идентична это то что касаемо раздаточной коробки по переднему мосту здесь заливная горловина сливной нет либо снимается крышка либо через заливную можно выкачать по книге заливаемых масел 75 90 75 85 можно залить то есть сюда в принципе здесь нет блокировки можно залить любое масло которое фирмы вам нравится по маслу в гидроусилитель оригинальной бутылочки я не нашел видимо уже куда-то я ее выкинул но я в ролике вам поставлю фотографию того что такая же как на коробку только там руль нарисован это в гидроусилитель мы и но она очень тоже подорожала и мы нашли ему лучше снять нашли мог заменитель вот такой нам подобрали nr 21 647 это от пэби вот таким пользуемся заменителем он подешевле потому что ну что-то цены взлетели на все оригинальные масла очень сильно это то что касаемо заливания в гидроусилитель как меняется масло гидроусилители у меня на канале есть и кстати наверное есть там это баночка того что я тогда раньше заливал сюда так получается по заливным емкостям у нас здесь все то есть куда что заливать мы все выяснили если какие то вопросы возникают спрашивайте я что знаю то вам подскажу и сейчас мы задумали такую задумку сделать если получится на 3d принтере корпус чтобы установить фильтр салона чтобы был на гран чироке свой фильтр салона так как его завода нет ли получится значит ролик я вам сниму и выложу по этому поводу вот система охлаждение вентиляторы бывает двух типов в основном они идут здесь гидромуфта с вентилятором либо вот еще на версиях 5 и 9 шоу электро электровентилятор про отдельный ролик я тоже выкладывала есть у меня на канале по заправочным емкостям я вам особенно сегодня вроде все рассказал что куда лить будьте здоровы ездите целыми и продолжайте эксплуатировать машину грамотно